Итак, всем привет, с вами Дуге, продолжаем мы играть за США, в прошлой серии Германия пала, Италия вот вот падет, и Япония потеряла всю свою защиту, давайте вообще посмотрим, что там у Японии осталось, а, мы можем видеть, кстати говоря, вот так даже, да, даже не надо тегаться на Японию, что ж, да, розетка хорошая, там буквально не осталось практически ничего, парочку эсминцев, возможно, задамаженных, кстати говоря, очень старых, первого тира, есть немножко прикрытия, но это все пыль просто, да, линкоров вообще не осталось, остался один линейный крейсер, тоже старенький, немножко тяжелых крейсеров, в общем-то, Япония, все, но сдаваться она не собирается, ну, по крайней мере, мне так кажется, да, так что, так что, давайте, ух, 485, блин, ну, это долго, это долго, это прям реально долго, честно говоря, так давайте эмбарго Советскому Союзу сделаем, а у нас тут холодная война в будущем будет продолжаться, да, я не думаю, что мы дойдем до именно реальной, не холодной войны, я думаю, операция не мыслимая, хотя, блин, можно, конечно, операцию не мыслимая, так сказать, сделать, ну, я думаю, уже, наверное, нет, уже, наверное, в падлу немножко, ну, и плюс, как бы, мы им там линд лист надавали, я считаю, солидный, как бы, мы тут вместе дружили, все это время, эмбарго, конечно, мы выводим, но это, так сказать, на будущее, на будущее, блин, у нас реально сейчас стоит выбор, а, теперь он слой чинится, да, чинится, отлично, у нас стоит реальный выбор, делать ли нам сейчас, можно даже его отправить, чинится вот сюда, на Гавайи, делать ли нам ядерные бомбы, ждать ли их, давайте дождемся, просто, чтобы посмотреть, как в этом моде это реализовано, да, я считаю, а потом уже, ну, закончим кампанию, здесь у нас Италия потихоньку захватывается, проблем с ней, конечно же, нету, тоже можно авиацию сюда перебросить, я еще думаю, авиацию перебросить надо на Японию, наших стратегов, они туда уже, в принципе, летели, вот они и долетели, единственное, так, падение Рима есть, отлично, надо немножко задуматься над авиабазами здесь, да, но в целом, да, мы скоро японцам там сделаем невероятное, невероятные изменения в их архитектуре произойдут, я так скажу, но мы пока закидываем все больше стратов, вообще, это-таки, надо закидывать страты вот отсюда, потому что они здесь с опытом, и там уже новые версии именно, так что давайте вот до отсюда, победа союзников в Северной Африке, мы вытеснили силы оси, а, ну, вот, мы последний порт забрали здесь, а здесь тоже, собственно говоря, все, ну, и здесь Италия тоже скоро пойдет, в общем-то, Европа уже в безопасности, и скоро последнее сопротивление будет уничтожено, просто посмотрите, как еще удачно то, что у японцев это один регион, как бы, да, о, а это, видимо, здесь Германию делят, вообще, мне не сильно интересно, что там, как поделиться, да, так что я, пожалуй, чуть поучаствую, но в целом оставлю все Британии. О, смотрите-ка, я так понимаю, а-а-а, альянс между нами, а, чтобы они на Японию напали, а-а-а, да нет, на самом деле, я бы сказал, что мне неинтересно, ну, да, да, я бы сказал, что мы дождемся, пока ядерка получится, ну, я думаю, мы как-то вот так, хотя, ну, да, вообще, как-то так надо бомбить их, примерно. Собственно говоря, мы размениваемся, кстати говоря, в плюс, ну, по стоимости не уверен, но по количеству точно в плюс, вообще по стоимости возможно тоже, но, опять-таки, просто вот эти бомбардировщики, стоит заметить, это, это хорошие бомбардировщики американские, я бы сказал, достаточно известные, 27 защиты, 36 атаки, ну, солидная статуя, а здесь будет еще круче, все, так что, ну, здесь мы кочнемся, самое главное, здесь стратегия бомбардировка станет 64, да, и это уже будет у нас через месяц, япония, жизнь жителей Японии, я бы сказал, превратится в реальный ад, и, кстати говоря, разделилось все не так ужасно, как я думал, более-менее, хотя бы общий блок появился, но, опять-таки, этот мод не очень хорош для вот этих вот конференций под конец, потому что там очень сильно территории коверкаются, в итоге у нас получается вот такое, вот такое, ну, и вот такое, да, то есть, ну, немножко не предусмотрено, кстати говоря, здесь сделано немножко варенеток, ну, так, просто потому что могу. Я думаю, я пойду отправлю ленд-лис к Китаю, а что бы, как бы и нет, да, давайте, вот там, какие-то покайфуют в Китае, они столько снаряжения вряд ли в жизни видели, а мы вот им дадим, и посмотрим, что они с ним сделают, скорее всего, ничего особо, но, а вдруг? А самое главное, я им, пожалуй, давайте дам полторы тысячи стратегов, и авиации тяжелые тоже тысячу, и давайте вон на снаряжение, короче, надаем им просто все, что можно, я думаю, пускай там уже Ишка сама разбирается, что с этим делать, и давайте конвои, чтобы что-то доставлялось побыстрее, а сами мы, наоборот, конвои будем побольше производить, нам уже, ну, очевидно, для сражений флот не нужен. И здесь, кстати говоря, британцы свои флота нашли японские, и потопили то, что у них там оставалось, судя по всему, прикольно. На самом деле, японцы страдают и страдают, да, там 11-23 корабля осталось, просто, ну, какой-то ужас там происходит, я бы сказал. И что ж, давайте попробуем высадиться здесь, где наши вот эти дивизии, нам бы ими тоже планировать выстку уже, я думаю, вот сюда. Будем мы острова подбираться, забирать, подбираться к Японии, и здесь авиабазы строить, продолжать бомбить. Ну и плюс помогать как-то Китаю, я сюда уже перебрасываю свои танки. Единственное, здесь есть некоторый невероятный мем, он вот так вот поможет немножко. Здесь дивизии, как вы можете видеть, застряли, потому что здесь нету просто порта. Вот и все. Ну, я строю, типа, построятся они отсюда выйдут, но это, конечно, мем. Так, эти дивизии поедут сюда, но, кстати говоря, першинги исследовались, да? Чтобы вы понимали, это, кстати говоря, какой-то вариант. Это тоже молодой, этот современный танк? Блин, ну вроде бы да. Непонятно. В любом случае у нас появляются новые танки, першинги. Давайте их тоже производить. И мы вот эти вот, аппм, да, вот этих моделек. Начинаем здесь еще и нашими подлодками перехватывать конвоя. Как я сказал, мы сейчас будем здесь душить максимально. Здесь у нас еще есть М36 тоже. Давайте-ка, М18. если они не сюда, вот сюда. М18 устаревает, является М36 Джексон. Наши дивизии танки выглядят просто, ну, безумно сильно на данный момент уже. Здесь пошли британцы штурмовать берега. Ну, как я и сказал, я хочу перебросить сюда войска и вот здесь высаживаться. Параллельно еще острова занимаю. Надеюсь только, что британцы не высадятся в Японию и не капнут их до того, какие ядерки исследуют. И мы успешно падаем, я бы сказал, да. Ну да, в принципе неплохо. Конечно, авиацию мы сюда не перебросили, у нас все базы заняты Японией, и на самом деле зря. Я понимаю сейчас, мы не пробиваемся там, на самом деле. Надо бы немножко туда перебросить с чего-то все-таки. Да, мы просто не пробились. Давайте они возвращаются сюда и будем заново планировать атаку. Здесь, я вижу, нас пытаются бомбить, но не слишком успешно. Хотя, некоторые наносят. О, смотрите, Италия хочет... Блин, ну я, конечно, не против, только тут оно уже случилось. Мир с Италией уже случился. Ой, блядь. Нет. Я подписала перемирие. Нет, сейчас пойдет война. Я сейчас откачусь, если пойдет война. Потому что... Ну да. Потому что это очевидный баг и сохранился, на всяких случаях, если нас в эту войну назовет. Но вообще не должно быть. И Британия начала то, что я хотел сделать тоже. Высадить вот здесь и начать душить, собственно говоря, порты Японии. Потому что если мы просто отберем у нее порты, все, она здесь умрет. В общем-то, Британия это и начала делать. Наш лот взял, как обычно, самую странную траекторию. Чтобы попасть сюда, вот отсюда, он поехал вот так. Ну вот. Ой, мы уже очень много чего к Китаю доставили, я вам скажу. Да, там нехватка конвоев есть, но нормально, я бы сказал. Так мы можем сыграть Филиппину там, да, немножко уменьшить. Так и сделаем. Ну, Китай, ты не хочешь там начать камбэкать с нашим стрижением в Лексибург? Так. Да, я все-таки откатываюсь. Господи, что тут только не происходит. Теперь из дипломатии. Да. Прикольные вещи. В этом случае мы уже откатились, готовим заново выставку, авиацию сюда и перебрасываю. Прямо так, солидным количеством, я бы сказал. Страты пока что увел в другое место. Нужно выиграть воздух. И уже с воздухом, конечно, высаживаться будет проще. Но и надо, чтобы эта армия восполнилась. Наши войска вот здесь все-таки выбрались. И я анонсировал Германию. Может, обратно не получится, но репты забанкались, ну и ладно. А Гвадулупа хочет валянцы войти. Давайте, да. Еще бы нет. Британцы здесь более-менее... Господи, британцев затроллили, видимо. Ну ладно. А, территории еще и коммунистическому Китаю передались. Господи, ну и смех. Так, а здесь мы начинаем выбивать японцев с последних их территорий здесь. Это вся Франция теперь снова воюет. И снова война против Оси. Осталась там только Япония. Можно всю территорию уже атаковать. И да, проблем у нас здесь тоже, конечно же, нету. Механ отлично справляется с японской пехотой. Господи, ну там, конечно, уже генералы раскачаны, что жесть. Но забавный факт, японцы высадились вот здесь. Представляете? А я это не заметил. Ну, ничего страшного. Мы просто пройдем вот так. Вообще, на самом деле, странно. Здесь я ждал, что у тебя какие-то флоты. Ну да, нас никто не оброняет здесь. А, и мы еще раз нашли японский флот и разгромили его. Видимо, ну прям последние, последние корабли. Давайте сделаем вот так, типа, наверное, да? И вместе с этим вот так, что ли. Ну да. Ну и сейчас их выбьем, типа, не проблема. И начинаем очередную выставку вот сюда, в этот раз. Давайте, вот этот флот у нас ремонтировался. Давайте его вот сюда. Я еще добавил к нему кораблей всяких там, ну потому что у нас на самом деле хватает. И, о, там морская пехота не механизирована и еле живая. Ну да, она нам ничего, конечно, уже не сделает. Мы просто захватываем Тайвань, полностью закрашиваем его. Здесь нас, кстати говоря, бомбят. Или не нас? В дальнем случае стоит отойти просто и поремонтироваться, я думаю. И в этот раз сюда мы уже едем с двух сторон. Варпяхи сюда, механ сюда, отсюда потом еще атакует. Вообще, объективно говоря, во всей этой фигне с островами необходимость нету. В обычной игре можно было бы просто вот сюда, кстати говоря, здесь мы не можем хватить на конвоя. Может было просто высадиться в Японию, ну и закончить весь этот фарс. Но, так как мы уже играем по-красивому, то мы ждем ядерок, а в это время можно какие-то острова захватывать, ну и помочь Китаю. А вот и острова, когда-то берется. Порт наш. Здесь уже идут наши войска полностью весь острова захватывать. У нас, кстати говоря, бомбит из авиации. Я здесь немножко распределил свой плод, чтобы патрулировать все. Сделаем вот так, я думаю. Ну и как бы, да, удача им теперь хоть что-то здесь пронести в Китай. Здесь еще британцы высаживаются, но я думаю высадимся где-нибудь здесь, возможно. Ой, смотрите-ка, у нас тут еще, удерживается Кинава, это, я понимаю, вот эти краски острова, да. Это дает нам кучу просто стабильности, поддержки войны и политики и получаем поинт. Опять-таки, понятия не имею, что эти поинты дают. Да, то есть у нас фонд-контроль большой, у них маленький, поддержка войны у них все равно хорошая, у них может какие-то ивенты прокают, ну, либо это просто механика, которая еще не имеет реальной реализации. И, господи, 5000 стратегов, это от нас, еще там я вижу от Британии, видимо, тоже летят, и я могу задеплоить еще просто авиабаз, но нету, а объективно говоря, ну, вот здесь строить мы их не можем, здесь, кстати говоря, возможно, можем, можно проверить, да, она здесь просто сломана, я понял, мы им выбомбили здесь базу полностью, да, да, так и есть, надо все это починить, пожалуй. И здесь, наверное, мы тоже можем, да, давайте тоже достроим, все починим, и будем продолжать все это бомбить еще. Здесь наш флот пытаются атаковать, но там ПВО хватает, пускай не свою последнюю авиацию, так и потратят. О, забавный факт, Британская Индия и Япония заключили мир. Таким образом, непонятно. Ну, допустим. А сейчас с Японией выглядит, ну, вот так. Просто последние самолеты там какие-то остаются, я сюда забрасываю новые стратеги, причем уже не оставлен типа какие-то катаритные приказы, что начнут бомбить в Топскай и начнут. Как бы мне это не сильно уже интересно, а мне сейчас только интересно просто бомбить. Ну, просто потому, что интересно, сколько мы нанесем им урона. Вот, я думаю, прежде чем бахнуть по ней в ядерки, мы на них переключимся посмотреть вообще, что там. Ну, я думаю, мы уже убираем где цели, чтобы что попадалось под руку, то и бомбили. В принципе, видишь хоть что-то из окна своего самолета, бомби это. ой, у нас тут выборы очередные. Росберт все еще власти, я так понял. Я, кстати, подумал, а что бы еще вот так не сделать, давайте еще сверху апнем наши стратеги. Чумбы нет. Блять, британцы решили насрать и взять и высадиться. неудачно, но сам факт того, они в том, что они начнут это сейчас делать и будут реально пытаться и могут и преуспеть. Я хочу ядерку успеть. Господи, 44 дня, а потом еще некоторое время, чтобы доделать одну, две, ну, три или больше. Посмотрим. Британцы, подождите. Я тут, конечно, всех случаев уже тоже готовлю высадки полноценные. Как только мы будем готовы, мы танками поедем, мы поедем с этими ребятами по Токио, то есть, ну, мы метальные капнем, если ядерки их не капнут. Я просто не помню. По-моему, это в этом моде есть решение на то, чтобы Япония сдалась от ядерок. Но, возможно, и не в этом. Ого. Вот оно. Где-то предупреждение для Японии? А, просто музыка предупреждения для Японии. Это, блядь, три месяца долго. Скоро, скоро мы бахнем. Давайте пока посмотрим, что там вообще. Вот эту речь, которую я почти никогда не слышу. Я оставляю запись, чтобы музыка шла. Ну, речь. Ваши индустрии feed the Japanese war machine. Если the Japanese insist on продолжать его distance, beyond the point of reason, их страны будут страдать the same destruction as Германии. Наши удары будут уничтожить their whole модерн industrial plant и организация, which they have built up during the past century, and which they are now devoting to a hopeless cause. Мы не имеем desire или intention чтобы уничтожить the Japanese people. But only surrender can prevent the kind of ruin, which they have seen come to Germany. Конечно, все реально ужасно. Да, Япония была предупреждена. Посмотрим, сдадутся ли они внезапно. Но если не сдадутся, нам придется, нам придется, конечно же, выпустить ядерные бомбы. Да, в Индии там, короче, пошли события. Гражданка. Ну как гражданочка, это классика, по-моему, которая в реале была. Наверное, не знаю насчет дат, но то, что в Индии там проблемы с Пакистаном, это факт. Вот, а мы ждем, пока подготовится ядерная бомба, 46 дней. И потом у нас еще достроятся ядерные реакторы, и мы еще сможем, наверное, побыстрее сделать вторую. Ой, британская Индия захотела в союзнике. Сейчас она призывает всех, Пакистан, я думаю, долго не проживет против вот такого альянса. И первая готова. Хиросима получает первый удар. На улицах творится ад. Что ж, первый удар произведен. Ожидаем ответа Японии, либо его отсутствия, и наносим, я думаю, следующий удар. И еще одна бомба готова. Что ж, Нагасаки. И звучит какую-то капитуляцию. Да, так и есть. А здесь какой-то винтик? Нету. Ну, ладно. Там Индия я замерил с Пакистаном. Для какого разорвала сегодня над Нагасаки? Минход истории. Со сокращенной территории разрушительный эффект оказался огромен. Да. Надеялись, что Нагасаки это не затронет. И все, я понекапитулировал. Нету никакого дополнительного варианта. Да. О, можно выплатить долги, которые мы там собирали. Зрачнее, мы да, брали, брали в долг наоборот. И все, по-моему. Да, никаких ивентов нету больше. Япония, она действительно от двух ударов ядерных помп капитулировала. Мне только интересно, это именно вот то, что я ударил вот так и так по этим двум городам. Либо если бы я ударил, не знаю, по Токио и по Нагое, они тоже капнули. Неизвестно, неизвестно, но ударил я по историческим местам и они тоже сдались. В общем-то, думаю, на этом можно прохождение наше закончить. С советским союзом я все-таки воевать не буду, это будет не очень красиво, по крайней мере, по фронтам, да, вот это всю игню закрывать. Это во-первых. Во-вторых, ну как бы мы выясничали все это время и я бы так и оставил мир в том состоянии, в котором должен быть по истории. Холодная война, у нас есть ядерное оружие, Советский Союз уже там начинает пытаться откуда-то найти ученых, найти какие-то исследования, шпионов рассылает, чтобы построить свою ядерную бомбу, но это уже другая история. А с вами, ребята, был Дубгейм, обязательно подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны, заходите в мой дискорд, ссылочка есть в описании, лайк, комментарий, все как обычно и до скорых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok